На выставке Государственного архива новейшей истории Ульяновской области представлен уникальный комплекс документов, отражающих вклад жителей Толового Ульяновска в Великую Победу. Большинство из них выставляются впервые. В рамках года памяти и славы, объявленного в нашей стране, знаменательный для всех наш год, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы открываем выставку Ульяновск фронту. Герои – это все-таки не только те, кто сражался в боевых действиях, принимал участие, это еще и люди, которые ковали Победу в тылу. Сразу после начала войны в Ульяновске были созданы городской комитет обороны, эвакуационный совет. Была организована противовоздушная оборона моста и завода имени Владарского. Появилось бюро учета рабочей силы. К станкам, заменяя призванных на передовую мужчин, вставали старики, женщины и подростки. На родину Ленина были эвакуированы 15 промышленных предприятий. Не только промышленные предприятия, как я уже говорила, были эвакуированы. Здесь у нас представлена справка о преобразовании Воронежского государственного зоотехнического ветеринарного института, который был переведен из Воронежской области в Ульяновск. Сначала в село Рязаново в Ульяновске, в техникум сельскохозяйственной, а затем уже и в сам город Ульяновск. Часть документов выставки посвящена эвакуации детей из блокадного Ленинграда. Это решение было принято 2 июня 1942 года. Тогда планировалось принять 500 детей из блокадного города. Однако не все смогли добраться до тылового Ульяновска. У нас сохранились документы Пикорина Германа Дмитриевича, который вспоминал, как они ехали как раз на этом пароходе, плыли по Ладоге. И ночью были слышны крики, взрывы. И они узнали, что те дети погибли. Детей, которые остались здесь на пароходе вместе с Германом Дмитриевичем, их определили сначала в Корсунский детский дом. В экспозиции есть документы, в которых отражена работа госпиталей в тыловом Ульяновске. С 25 июня 1941 года на территории города стали размещаться тыловые эвакуационные госпитали. Всего на территории Ульянской области действовало 27 тыловых эвакуационных госпиталей. Во многих эвакуационных госпиталей делались такие операции, которые требовали переливания крови. И перед нами есть список доноров, которые сдавали больше всего количества крови. Здесь указаны фамилии, сколько крови сдали и из какой они организации. Тут, конечно, такие интересные цифры, например, от 9 до 12 литров. За какой срок, к сожалению, я сказать не могу. Несомненно, Ульяновск достоин нести звания город трудовой доблести, поскольку ульяновцы внесли огромный вклад в Великую Победу, что хорошо отражают архивные документы. С материалами выставки можно будет познакомиться до 14 января 2021 года. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ.